друзья мои всем привет сегодня мы поговорим про очередное техническое достижение профессора ямадзаки а именно про танки сначала будет немного основной информации а затем мы поговорим о том где вы можете получать элементы для прокачки этой новой функции создавать и улучшать свой транспорт вы можете в здании военный завод как многие из вас уже знают существует два типа редкости танков фиолетовые и золотые а сами танки делятся на три категории по три модели на каждый тип войск 2 из них золотые которые труднее получить и 1 фиолетовая вы можете использовать детали транспорта то есть шестеренки военном заводе по кнопке разработать каждый день вы получаете одну бесплатную попытку при этом вы можете получить фрагменты фиолетового или золотого транспорта чертежи которые разблокируют целый танк или же твердую энергию которая вам потребуется для повышения уровней транспорта прежде чем продолжить я хочу напомнить вам о сервисе для пополнения алмазов jolly макс на сайте официального партнера игры state of survival вы можете совершать пополнение для себя или сделать подарок своим друзьям для этого вам нужно лишь знать айди аккаунта и убедиться в корректности введенных данных на новогоднем стриме мы разыграли 20 тысяч алмазов среди своих зрителей давайте еще раз скажем спасибо лёхе максу и юджину все выигрыши алмазов мы отправили победителем через сайт jolly макс в период с 11 января до конца февраля на сайте действует скидка на все покупки больше двух тысяч алмазов самое время сделать контрольную закупку и подготовиться к текущим и будущим игровым событиям вернемся к нашим танкам после того как вы совершите 80 разработок вы гарантированно получите легендарный транспорт это может случиться и ранее и тогда счетчик обнулится и начнется новый отсчет по наблюдениям некоторых игроков нет разницы будете вы тратить по одной шестеренке или нет некоторые получали легендарный транспорт из бесплатной попытки но в любом случае помните что трата деталей транспорта учитывается в событиях кровавый спорт и битва штатов также в заданиях есть трата золотых фрагментов танков если вам выпадет чертеж транспорта который у вас уже открыт то он будет конвертирован в 5 фрагментов фрагменты транспорта нужны не только для открытия но и для повышения звездного уровня давайте рассмотрим все варианты танков которые есть в вашем распоряжении сразу хочу уточнить что рекомендации относительно того какой танк важнее и какой стоит улучшать в первую очередь в этом ролике не будет мы постараемся подготовить отдельное видео в котором рассмотрим навыки транспорта и дадим рекомендации по использованию для рейдеров напишите в комментариях будет ли это вам интересно выпадение чертежей это рандом и везение а мои видео в первую очередь ориентированы на фри-ту-плей игроков и людей со средним донатом поэтому мы с вами качаем то что можем получить если выпал фиолетовый танк хорошо прокачаем его и будем ждать удачу с золотым каждый танк имеет определенные характеристики атака оборона здоровье и смертоносность типа войск а также базовый урон и здоровье кроме этого каждый танк обладает своим набором навыков давайте разберем это на примере танка для пехоты адский боец мк2 он обладает пассивным навыком яростный финал за каждую восьмую базовую атаку пехоты танк создает щит на 90 процентов от силы для защиты при повышении звездного уровня танка вы будете повышать уровень навыка при этом будет снижаться интервал работы основного навыка и повышаться прочность создаваемого щита то есть на четвертом уровне яростный финал будет создавать щит на 270 процентов каждую седьмую базовую атаку а также станет доступен дополнительный бонус когда здоровье пехоты будет ниже 50 процентов урон который наносят дружественные отряды будет увеличен на сто двадцать процентов уровень танка который вы повышаете за твердую энергию влияет на показатели его статистики легендарный транспорт имеет 200 уровней на это потребуется 2055 штук твердой энергии вы можете сбросить уровень за одну тысячу биокапсул вы получите все ранее потраченные чемоданы поэтому вы можете смело прокачивать уровень фиолетовым танком а когда получите золотой просто сбросите уровень и потратите твердую энергию на нужный транспорт при улучшении бонусов транспорта вы улучшаете основной навык и открывайте дополнительные уровни навыка для улучшения фиолетовых танков нужны только фрагменты а для легендарных фрагменты и плазма отдельно хочу проговорить что наличие танков критически важно в рейдах или при обороне здания главным транспортом будет являться транспорт с наивысшей силой именно его основной навык будет главным также общая сила каждого типа танка усиливает эффект основного навыка главного транспорта поэтому наполнение рейдов это критически важная часть успешной атаки или обороны не забывайте про танки в своих сохраненных построениях сейчас мы не будем останавливаться на навыках каждого типа транспорта давайте лучше поговорим о том где получать элементы для их прокачки как я и сказал в начале ролика каждый день у вас есть бесплатная попытка на разработку в военном заводе также за первый рейд на буйного зверя каждый день вы получаете одну деталь транспорта но за все пять рейда в день вы также получаете твердую энергию еще раз напомню что сначала вы должны сделать 5 рейдов на обычных нечестивых а уже после на буйного зверя так вы получите максимум возможных наград видят тактических руководств для назначения героя в магазине события рейд на резервуар вы также можете приобрести элементы для прокачки да они стоят дорого оцените еще раз свои приоритеты прокачки аккаунта и примите решение стоит ли вам покупать детали здесь или нет на этом все друзья мои вы можете написать свои вопросы о танках в комментариях а мы постараемся на них ответить текстом или же затронем в следующих роликах подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и делитесь этим видео со своими союзниками берегите себя и продолжайте бесстрашно гонять на танках по дорогам стейту сурвайвал всем пока